Рядом со мной Светлана. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, расскажите, пожалуйста, на данном проекте, чем вы сегодня занимались, как помогли людям? Я бизнес-психолог. Я помогаю людям в решении вопросов, связанных с бизнесом, с финансами, с предназначением. Сегодня было очень много запросов, связанных именно с тем, как расширить денежный поток, как увеличить свое финансовое благополучие. Я, наверное, провела где-то семь консультаций, они шли одна за другой. И, несмотря на это, я все равно получила удовольствие от мероприятия. Я успела поучаствовать в каких-то развлекательных шоу, и мне все очень понравилось. Как давно вы знакомы с Александрой, как с ней познакомились? С Александрой я знакома, наверное, порядка двух лет, плюс-минус. А познакомились мы с ней, как я писала недавно в своем посте, через знакомых, знакомых, знакомых. Я не помню точно, но я точно помню, что я сначала к ней попала на марафон эффективного общения, который, естественно, для меня был максимально эффективен. И уже после этого я пришла на обновление МСК первый раз. У Саши проект называется «Обновление». Что человеку помогает обновляться? Человеку, конечно, помогает обновляться трансформация его мышления в первую очередь. Поскольку я психолог, я считаю, что это так. Но трансформация мышления невозможна без трансформации состояния на уровне чувства. И когда это все гармонично сочетается, тогда мы начинаем обновляться снаружи. Но никто не отменяет обратного. Мы можем сначала обновляться снаружи, как на сегодняшнем мероприятии. Это изменение прически, это изменение своего имиджа в одежде, приобретение новых аксессуаров. И уже потом подстраивается к этому трансформация мышления и чувств. При помощи каких инструментов Вы сегодня проводили консультации? Скажем так, экспресс-консультации. Я открою секрет. Я проводила не экспресс-консультации, я проводила полноценные консультации от и до. Поэтому они длились достаточно долго. И проводила я их с помощью метафорических ассоциативных карт ОХКАРТС. Они состоят из двух колод, в одной из которых есть слова, а во второй картинки. Сочетая их вместе, мы получаем какую-то новую дополнительную возможность соединиться со своим подсознанием, получить ответы на поставленные вопросы. Все остались довольны? Все остались не просто довольны, они в восторге. Некоторые даже поплакали, но в хорошем смысле этого слова, потому что поняли, что вышли на какой-то новый для себя уровень. Скоро Новый год. Какие пожелания у Вас для наших зрителей? Для наших зрителей у меня пожелания, конечно, обновляйтесь, трансформируйтесь. И, мои дорогие, я от всего сердца Вам желаю лёгкой трансформации и лёгких изменений. Если Вы понимаете, что Вам тяжело, это не говорит о том, что это правильно. Не всегда это так. Делайте так, чтобы Вам было максимально комфортно. Это самое важное. Всех люблю. Пока. Пока.